И всем привет, с вами я Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Rome Total War 2 часть. И наверное многие помнят эту большую утрату. Мы потеряли в прошлой битве нашу царесу, прекрасную царесу, которая очень много провоевала до своих лет. Не успела много всего сделать, что должна была. Но такое бывает, когда планируешь что-то сделать из большого количества вещей, тебе либо не получается, либо тебе кто-то мешает. И её убили, и она не успела завести семью, родить ребёнка, чтобы потомство было. И наша семья дальше развивалась. И у нас сейчас большие надежды на царя и на Иата. От сесры, скорее всего, Бесула. Прямо точно сказать я не могу, это сесра или нет, потому что тут не написано, что это за жёлтая полоска. Из-за этого я ничего не могу сказать вам точно. Мы в этом видео будем собирать большую армию для того, чтобы отомстить этим Дакфракийской конфедерации за нашу большую и грустную трату. Так, растение находится в осаде Истера, она строится, прокачивается. Тут Дакфракийской конфедерации герой находится. Его убить нужно, но, к сожалению, не получается его убить неким, потому что... И нанять, к сожалению, убийцу... А, нет, я могу... Нанять агента, как раз с кем... Ну, герои прикольные, это... Я её воительницу наиму. И она будет нашего царя отвечать. Я не знаю, куда мы сейчас точно пойдём. У нас проблема и с барами, и с Дакфракийской конфедерации. И с кем лучше бы воевать, я вот этого, к сожалению, не знаю. Нам нужно забирать сильную армию из отважных знати и отважных всадников. Мы должны показать этим врагам, что мы не такие слабы, как они думают. Должны мы их разбить, чтобы они понимали, что с кем они воюют. И показать другим странам, что мы не слабы. Итак, вот вражеская армия. Был тут вроде царь, и мы его убили. И наша засада замечательно сработала. Враг попал всё-таки в неё. И не смог дальше пойти. И мы сможем его атаковать. И они врасплох... Как раз у нас есть три отряда конных лучников. Сильных. Два отряда боевых псов. Пять отрядов прачников. Пять отрядов мечников. А, четыре. И пять как раз отрядов безбранных копейщиков. И один отряд всадников. У нас тысяча восемьсот двадцать четыре воина. Врага тысяча четыреста тридцать пять. И у врага почти нет шансов на победу. У него большие проблемы с тем, что он решил пойти на мой сил. Забрал у них силы. Потому что он решил пройти и вернуть. У них не получится его вернуть. И они потеряют большое количество. У них из всей армии только один хороший отряд. И это вот этот отряд заселщиков пятого ранга. Тогда четыре сильно битых отряда. Очень много тоже битых отрядов. Кто-то половину, кто-то больше. Отрядов имеет полную численность своих бойцов. Мне нужно занять возвышенность. Откуда я как раз буду скатывать шары эти огненные. И я, наверное, буду их скатывать отсюда. Так, боевые псы. Кельские псы. Боевые. Ага. Я вас в лес не могу поставить. Вы не прячьтесь. Плохо. Тогда вот так вот. Ммм. Как же поступить лучше? Где я сейчас? В целом, как я лучше поступлю? Я поставлю вот здесь вот. Как раз кипящих своих. Они будут спрятаны. Не будут пока вести свадьбу. Они будут ждать, когда враг подойдет. довольно близко ко мне. И когда он близко подойдет, то для него это будет огромная ошибка. Он потому что начнет получать неслабо. Сначала от прачников, потом от моих мечников и с копейщиками. А после этого, как он уже будет готов как раз кипящих побеждать, то он получит в спину еще отряд моих ссадников. Я в спину им отведу своих ссадников. Это у нас как раз кипящие амазонские мародеры и цармадские конные лучники. Они стоят вот тут колонной, ждут, а сзади них вот генерал Сейд. Хотел сказать царь Сейд, но нас здесь царя нету. Ну все, ждем арена. Он должен скоро прийти будет сюда. И... А... Я хотел сказать расстояние от основной армии генерала большое. Просто так прятались. и сам генерал идет в первых рядах. Мастера мяча. Ну, что я могу сказать по поводу этих бойцов. Эти бойцы неплохие, как я посмотрю. ох, как мощные они идут. Прикольно. вот такая вот армия. Мощь такая идет. Но... она идет на погибель. Особенно в операции с зубинками. Меня не должны заметить какое-то время. Когда я начну действовать только тогда они должны по идее меня заметить. Пока ждем. и мы ничего не предпринимаем. Наша задача дождаться ну, хотя бы середины вражеской армии. Чтобы враг особо не мог действовать. в принципе уже можно начинать сражение. Но лучше не стоит. Не нужно их дождаться. А вот сейчас можно и начинать. Так обычно засада обнаружена. Вот наши бойцы обнаружены. огонь. Все мои там весь огонь. Все покатились. У меня генерал с садниками тоже засветился. Все отходим. Отходим все садники. У меня не получилось запланировать все так как я хотел. Ну ладно. так начал мне обходить. Боевые псы туда. На нашего военачальника напали. На нашего генерала. Нужно спустить на этого генерала псов. так все садник туда. А вот этот покор салки салки назад. быстрее себя назад. Скоро нужно начать врага будет обстреливать моими копеечками и мечниками. Итак генерал атакую врачу генерала и тут мои как раз все лучники. Давайте садники быстрее вперед 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 сзади генерал генерал садик вести судьбу по вашим садикам и так они клируются все отходим отходим нам нельзя обстрел тяжелые стрелы давайте стрелами обстреливайте люди вы должны отойти генерал давай уходим наш военачальник погиб ну блин что он так тормозил то так раз генерал погиб то можно впускать прям в лоб на всадников на тропейщиков вот этих тяжелых бойцов итак лучники ведите судьбу по вражеским бойцам ну и основная армия врага уже под обстрелом той зону понятно давай сюда уходить эту почему на юнке они так глупят сильно они не должны это глупить сюда обходим врага мазонки слишком сильно глупят так копеечки уже неслабо получили обычные выставы и на этот наши бегут с поля боя это плохо пошел итак берем и перестраиваем наше состояние понятно кто побежал а нет это не копейщики я думал копейщики побежали итак мечники боевом построении сюда один трат копейщиков сюда второй трат копейщиков сюда копейщиков копейщиков занимаясь позиции ну и все ждем вы сюда все начинаем дальше сражаться вот вот какие вас засада обнаружена обстоятельств их наша засада обнаружена мы копейщиков взяли и пошли плохо очень плохо это помочь копейщикам чем быстрее я помогу тем лучше прачники обстреливайте мажорских прачников но если конец дистанцию а мечники давайте ближе проходите ближе почему знатные сальники пробились у меня очень сильно пострадали копейщики это плохо все складывается в нашу пользу все остальные подготовности убиваем убиваем быстро вражеских бойцов эти толпы новобранцы проследуют моих копейщиков моих амазонных и у них не получается догонять особо так давайте знатные мечники на вражеских стрелков все ближний бой всем ближний бой всех убивать никого не отпускать вперед 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 остались без снаряжения давите кто с нас понятно у вы вы еще не убили давайте ловите этих прачников вы сюда бегите за толпой все прачники убивать а вы ловите сеть так вот у нас будет обидно то что генерал потеряли мы скорее всего слишком много потеряли но наверняка больше убьем чем сам компьютер так скорость поставлю сюда мы наши остались без снаряжения глубинками убить мазонки уже довольно близко поэтому давайте ближний бой только и здесь наши остались без снаряжения вот и все для мазонок сарманских воинов сармаков как раз нету целей давайте амазонки проследуйте их убивать догнать всех врагов и убийств кто там стреляет я не пойму я не пойму так стоять ведите стрельбу тут тем более 29 новобранцев с зубинками и они уже слабо принесли потери я наверняка куда больше воинов чем компьютер ну на этом буду заканчивать бой это на я я 308 нагревато но итак у нас довольно много отрядов которые прокачали за бой мы убили 1334 боец врага почти всех всех бойцов 101 боец остался врага у меня 1442 я убил 1151 вратни 360 то есть он сам себе много пленных 138 я как брат и сейчас вторая армия нет она не пошла отступила но даже я удивлен ну ладно вот у нас выход заканчивается и я сейчас пойду на баре ставлю так хороший генерал мне нужен тут в принципе много неплохих генералов но авторитет заход у них падает к сожалению вот хороший генерал шанса нити вражеского агента при самообороне плюс 2 процента культурное влияние эллинизма плюс 2 но это не очень хорошо пища эта провинция плюс 5 скорость исследований плюс 2 процента рост заход плюс 1 общественный порядок заход плюс 2 вероятность семьи детей стоимость набора отряда наемников минус 5 боевой дух плюс 5 доступно воодушевление авторитет плюс 1 общественный порядок плюс 1 и размер зоны влияния плюс 5 тут можешь конечно еще поискать но лучше не будет и так и так этот генерал идет на бареев вот этот ход и уничтожает эту армию 69 бойцов там воин восстание неминуемо убить в луге восстание неминуемо ясно истинного воина поставлю вас я воблин отвожу в луге повстанцы и тут очень плохая ситуация я не могу генерал нанять чтобы у меня была армия и я не могу себе это себе там город защитить это вообще все прекрасно плюс 0 тут заход а тут минус 1 заход все очень плохо кто-то плюс 2 будет плюс 1 ладно пускай этот генерал как разки он уйдет отсюда я распускаю эту армию тогда и я найму в другом месте нового генерала вот здесь вот у меня будет новый генерал в растении ага в растении я и не могу до растения у меня армия это не дойдет с ускоренным маршем почти дойдет если я начну нападать то с ускоренным маршем возможно я и успею я тогда здесь нанимаю генералов будет вот этот генерал так всадников и тут нанимаю себе мечников так воитель воительница точнее пойдет сейчас туда не пойдет тренировать не будет пойдет диверсию строит поселение вальческой арсений давай вот такой и все врать отступил замечательно и у меня получилось защитить арсений не несмотря на то что я все таки не атаковал его ну тогда как я поступаю я этого генерала отправляю сюда если будут ну то тут будут бойцы вражески я убиваю точнее посадки и здесь тоже убиваю и отправляю их все таки сюда а царя я отправляю на бареев потому что вот этот генерал да он может держать тот город может у него и получится но проблема заключается в том что он у нас слишком слаб так мне рочи но один но динца нужно если конечно правильно пройдет либо на данца красиво на данца так минус 13 то есть у меня есть еще один код раз у меня есть еще один код то мне придется подождать подождать того времени когда у меня произойдет мятеж общественный порядок с киросю уменьшится заход когда будет падать и у меня будет скорее все прекрасно все делаем код итак британа он вернулся домой вас они неименуемо опять и у нас в британии общественный порядок теперь не уходит никуда плюс здесь но минус восемь печи минус восемь тут не дается минус восемь минус восемь печи только но но мне тогда царских чертогов если я уже не начал их нет я здесь их не начал строить тогда я вот так делаю это это в каком городе находится сливорд а это у нас не портовый ну скорее всего скорее всего он так у меня что за дикт идет симуляция торговли доход и замедление нет нет это не надо сложные выборы я скажу вам так вот ну пожалуй святильщи но но дэнс на дэнс а сделаю еще одно так британские острова у вас скоро персин будет персин блин короче избыта будет население и для меня это будет хорошо я новую посольку смогу по сайтам выставим меня скоро городок посольца тоже прекрасно царя я на обычный режим поставлю пускай ждет итак да фактическая конфедерация уже подвела своего генерала для того чтобы попробуйте с опять захватить и это плохо что я скажу вам мне придется много наемников нанять а на это нужно много денег и у меня сразу почти в два раза доход у меня умеем уменьшился так у меня сколько на армию десять тысяч почти одиннадцать тысяч ушло просто прекрасно где они налогов минус пять угу торговля неплохо тысячи и пятьдесят одну золотую я получаю торговли угу все прекрасно в принципе здесь строительство идет здесь идет строительство тут тоже в германии великой строительство где-то идет где-то нет в британии и британских сарабах в британских сарабах ничего не идет а вот в британии идет но ждем еще итак так фракистская конфедерация решила меня атаковать у меня армия 1800 бойцов подкрепление 368 бойцов врага основная армия 1260 бойцов и у него нету подкрепления и для него это наоборот хуже но у нас большие большие шансы на победу я пожалуй обоим сражусь я не хочу сейчас сражаться с ними время терять для них и я немало бойцов потерял скажу вам так итак у нас была подрывная деятельность выстрей это плохо в восстании исследование заражено повышение ранга полководец поднялся военные традиции поднялись у нас много чего поднялся о прикольно но нет мне нужно убийство вот что мне нужно организовать покушение в осад заходим и сразу отсюда изучаем все вот они эти мятежники та армия потихоньку она будет выступать на Брариев и пока она будет выступать на Брариев в это время мой царь будет уже готов подходить кредону дуному этих посад я убиваю меня почти 3000 бойцов прикольно большое количество воинов 2693 воина и я потерял 43 бойцов это скорее всего границу я убиваю этих опасанцев царь у меня 2 ранга я его прокачиваю ммм скорее всего тоже истинного воина нет я до сатири его поставлю пускай теперь когда дуном идет довольно быстро до туда дойдет на самом деле врага тут две армии вот этот вы начали диверсию в поселении усвоит врага я надеюсь у него получится это сделать да получилось замечательно после этого нужно понять где мой второй персонаж военный этот вот она грене где в городе Доргис диверсию своей там оу бариф довольно близко мне уже солица находится замечательно скоро знаешь я буду захватывать так великий германия там все идет в минус пошел плохо с чем это интересно связано так нельзя забывать про то что мне нужно дальше нанимать бойцов тут двенадцать ряда нет вот так надо пожалуй еще одну болельцу хотя нет болельца мне она не нужна ну все больше мне ничего не надо это а вот тут у нас как раз во-первых мы делаем и у нас первая стройка идет у нас тут нет кузи плохо мне соль нужно это вроде вот это нет нет постройка а значит это дом мастера ну сейчас до соль доходим у нас все будет там построено все три постройки мне проблему с общественным порядком в Великой Германии нужно решить про себя вверху нужно еще два соседних города я узнал что там находится о прикольный город на это прикольно город будор здесь тоже неплохой город в принципе я могу что сейчас делать у меня в принципе тут агенты есть вот могу атаковать этого вражеского командира и пойти Аквинкум захватить и держать уже обороны банкринками за будоргисом я буду следить скоро придет с той части у меня новый генерал когда он еще ближе будет то я тогда так поступлю а пока я не буду так делать а да я забыл про это у меня же генералы поднялись и не только генералы а здесь не то что что же выбрать ну построю ой построю про мальту для них верных защитников а себе я дома барда или нет да я тебе барды не буду давать поэтому стратегия а скоро следы не пускай будет а а ген нужно ходить быстрее и шанс ранить вражеских агентов но в принципе все во врага тут большая армия не соглядай плохо и раздня 9 процентов маловато на самом деле ну ладно так подробная деятельность была у нас здесь плохо разведчика солида их не получится убить воителя тоже и их тоже не получится все просто ужасно даже диверсию не смогу пройти давай тогда диверсию в поселении я надеюсь на то что у тебя все получится упущена возможность плохо давай ты теперь разведку персонаж ранен ого я удивлен этому ну ладно у меня армия уже подходит к раздумному и вот тут у нас вражеская армия стала обороны и держит оборону в этом торхозе они меня все таки видели довольно давно поэтому они тут и встали так ну я сражаться не буду в этом видео я буду сражаться в следующем в следующем видео с вами был я Леонид всем удачи всем пока 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 я